Предприятие Владимирской области увеличивает объемы поставок продукции для нужд Газпрома. В рамках реализации концепции импортозамещения сотрудничество с федеральной корпорацией расширяет завод «Гусар», компания по производству пеностекла «Стез Владимир», кольчугинский электрокабель, полимерсинтез и другие. Мы уже вышли по итогам года. Предварительные цифры пока на объем поставок для нужд Газпрома уже более 7 миллиардов рублей. И за год приросли практически почти на 50%. Это мы считаем неплохой показатель. Планы на 2017 год у нас еще более смелые. Такое сотрудничество стало стимулом и для дальнейшей газификации региона. За последние 4 года общий уровень газификации вырос на 4% и составил более 80%. Газификация села выросла на 6,5%. Голубое топливо уже есть почти в половине сел и деревень региона. В 2016 году в области газифицировано 17 населенных пунктов. Построено 181,8 километров газовых сетей и к газу подключилось 8,4 тысячи домовладений. В рамках трех программ газификации в 2017 году согласно плану «Голубое топливо» проведут 18 населенных пунктов. Построят 200 километров сетей. В целом газ придет в 7,5 тысяч домов. Это стало возможным благодаря тому, что в прошлом году область заплатила за весь поступивший газ. Произошел перелом и произошла смена тренда в расчетах за природный газ область. В этом году впервые, почти за 10 лет, снизила просроченную задолженность за природный газ практически на 6%. Свои долги за газ существенно снизили промышленные предприятия, тепло- и энергоснабжающие организации региона. Население рассчиталось на 98%. А вот потребители газа, которые финансируют из федерального бюджета, напротив, накопили долги. Предприятия Минобороны в этом году увеличили задолженность практически вдвое. К сожалению, мы тут пока ничего не можем доделать, дотянуться до них не можем. На сегодняшний день общая задолженность региона по газу составляет 1 миллиард 600 тысяч рублей. Это плата за 10% всего газа, поступающего в область. Татьяна Гордеева, Александр Гошков, Губерния, 33.